Николай Бадурин наконец-то готов, вот мы, так сказать, и от писателя мы переходим к инвестору, вот, потому что писатель это инвестор слов, как мы увидели в случае, значит, Елены Вячеславовны, она инвестирует щедро, так сказать, новые слова во все языки мира, вот, а что инвестирует Николай Бадурин, мы сейчас узнаем. Хорошо, спасибо. Пока не забыл просто, вот попробуйте объяснить индусу, с которым вы на Гуар, там, на водах, как подъедете и отмечаете день рождения своего приятеля, почему вы поете, как там на день рождения поем мы, простите, а вы попробуйте ему приведите на английский и посмотрите в его глаза, что он о вас подумает, какие вы идиоты. Это просто как национальные специфики, а очень просто, потом. Значит, почему именно так? Дело в том, что все мы знаем, там, слова Италия, все мы прекрасно знаем Жегова, там, прочие, а почему сегодня бит-дейта не используют для составления словарных семантических ядер? Вот я подумал, и три года занимаюсь этой ерундой. Так, это как переключается здесь? Ну, давайте. Обратите внимание на этот слайд. Я специально его снял, вот он, за поворотом. Так выглядят крупнейшие ученые Нигерфа. В университете только ничего. Ну да, 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 да. Вот видите, вот и фотографии. Правда, в цифровом виде. Дальше. Я это к чему? Цифровизация деформирует нашу ментальность. Уже сегодня. И мы становимся работотехниками. Только не явно. Так, дальше. Вот это жизненный цикл. Это, ну, все учат в экономических, биофизических и прочих науках. Вот жирным фиолетовым – это энергия, как прирастает в системе. Жирным коричневым – это как меняются жизненные силы, что ли. Ну, в теории экономики – это денежный оборот. Ну, это производная фактически энергия. А энергия – это интеграл. Вот жизненные силы, условно. А вот эта голубая линия – это то, что, всем говорят, это так тренд развивается. Дальше. Там год был, да? А на самом деле ни деньги в экономике не являются мерой. Потому что это неправильная мера. Ни время. Потому что оно, вернее, потому что оно имеет свойство сжиматься-разжиматься в зависимости от того, с кем вы присутствуете. Вот я здесь наслаждаюсь. У меня время вообще растянуто. Хотя 10 минут до год. Дальше. А вот эта линия – розовая. Вернее, наложив эти кривые, мы получаем сразу поколение. И мы видим, что люди, которые властью занимаются, старички, они тренд падающий. Люди, которые в университет приходят, у них тоже падающий тренд. А люди, которые бизнесом, они перпендикулярны. Я перпендикуляр. Поэтому я измышляю дальше. Дальше. Китайцы, они метрику времени делают вот таким образом. И получают, что вот это используют для предсказаний будущего. Мы же знаем, что в желтой собаке год живет. А почему в желтой? Почему в собаке? Попробуй ответить. Дальше. Вот это получается, если расщепить время, вот оно идет перпендикулярно туда, получается метрика, стоящая из 12 фундаментальных разных законов изменений. Называю. Человек с новой идеей, человек с рефлексией идеи. Человек с... Ну как, мне один математик здесь сказал. У вас идея-то есть, рефлексия вроде бы есть. А вот куда ее применить, не знаю. Вот это третье. Четвертое. Это человек, который прототипирует. То есть он уже точно знает, кому он будет это продавать, за сколько и что технологически сделает. Пятый этап. Это иерархия. Это я создаю стартап. Я, собственно, занимаюсь пятым этапом профессиональным. Я модифицирую разные бизнесы в зависимости от их будущего. Это иерархия уже реальная. Это вот ректор, проректор и так далее. Вот это перенос. Это из Дубны приехал в Калифорнию, и ты кто там? Голубий. Потому что английского не знаем, да потому что мы работаем в других метакодах и так далее. Далее я скопировался. Я перешел в кооперационную модель. И меня уже начинают там узнавать. Я вот имею там публикации с ребятами из Стэнфорда. Дальше я вообще стал монополистом. Я начинаю навязывать свое понимание мира другим людям, как некоторые из коллег здесь делают. Дальше. А мне как потребителю абсолютно пачкать. Десятый этап – это потребительский. Я энергию питаю и от монополиста, и от инфраструктурщика, и от стэнфордских товарищей, и от кого угодно. Потому что я выше их по этапу жизненного цикла. Ну а две следующие – это еще интереснее. Информационные системы и социальные структуры. Тот самый блокчейн, о котором сейчас многие говорят, как криптовалюте. Вот он в 12-м сегменте. У него закон Е равно МЦ квадрат. Энергия считается там кастомер-то кастомер. Пир-то пир. Там закон фундаментально изменить другого типа. Далее. То же самое у жизненных циклов ОМЁ существует. Дальше. То же самое существует в эконометриках развития человеческого сообщества. Видите, спираль фактически описывается. Но на разной технологической платформе. Дальше. То же самое есть во взаимоотношениях. Я могу вам структуру взаимоотношений описать. Каждая из этих линий – это кризисы разного типа. Далее отдыхают. Далее. Вот они, законы. У вас психофизиология – это логарифмический закон Вебера Фейхнера. Далее. То, что от нас требуют в университетах – это фундаментальная вещь. Индекс Хирша – это квадратичная. Ой, это гипербола. Дальше квадратичная, обратная гипербола. Инверсия – это применение бизнеса. Практик. Далее идет логистический закон. Закон натурального биологического роста. Закон увеличения издержек, благодаря тому, что у вас иерархия всегда жрать ресурсы будет. То есть там корень развивается. Вот здесь реальный корень инфраструктуры. Здесь у нас, извиняюсь за выражение, представительская модель, а это работа с риском. Богатство у нас наверху, риск внизу. Мы можем управлять системой. Мы можем оттуда, со своей деятельностью, приехать в нормальную территорию. А сейчас покажу. А дело в том, что мы когда строим нейросетевые лингвистические форумы распределения отельев, мы строим в однородной, а на ранговой структуре, а их 12 рангов. Я вам сразу могу это показать. Дело в том, что вот закон работы с бигдейтом, с большими данными, это был алгоритм 12 уровней иерархии принятия разных типов решений. Так он полностью соответствует моему подходу. А это компания Oracle. Далее, 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 далее. Сейчас пройдем. Ну быстренько просто переключайте. Вот давайте я задам назад чуть-чуть. Вот это. Нет, назад. Вот это. Скажите мне, пожалуйста, какое слово соответствует, что было до идеи? Назовите пять вариантов, коллеги. Что было до. Да, что предшествует вашей идее, чего-нибудь нового. Чувство. Чувство. Существует, да? Слово вы сказали. Господь Бог. Господь Бог. Дальше. Удивление. Удивление. Дальше. Рефлексия. Рефлексия. Маната. Только с этим. Ни с кем из вас я не согласен. Далее. Вот наши студенты так отвечают. Я с МФТИ работаю, с МГУшники. Они стратегией занимаются. Я их спрашиваю. Вот, пожалуйста, наборы. Это случайно выбрал. Неважно. Дальше. А потом мы взвешиваем. Есть такой анализатор, называется WorldStat у Яндекса. Он единственный из анализаторов семантики, который открыл, как он считает, семантические ядра. Вот, пожалуйста, это ASCII. Это запросы, которые люди ручками формируют ежемесячно в миллионах штук. Причем некоторые из этих слов вы уже видите, да? Это сама идея. То, что предшествует, я не показываю. Дальше. Назад. А вот это мы прозевали два слова. Они добавили. Следующий поток мне добавил. Миг. Помните? Между прошлым и будущим. То есть актуализация идеи должна быть. И слово как таковое. А, ну, распределение дало максимальное. Поэтому я сюда приехал. Дальше. Вот как в русском сплошным. Это взвешенные нормированные веса. Ну, ядра фактически. Для слов в Яндексе. С помощью анализатора AllStata. Вот это линия. Ну, вот он. А это с помощью линков, которые тот же Яндекс выдает. Ну, проще говоря, сколько предлагается всем мировым интернетом на русском языке этих слов в глобальной сетке. И все это нормировано. Вот картина русская. Я удивился. Сбилось мое понимание. Это проблема. Ведь мы всегда говорим, что проблема важна. Вы сформулируете проблему. А оказывается, на каком языке вы ее сформулируете, оказывается, гораздо важнее. То есть вот язык имеет максимум во много раз. Да, здесь распределение максимума. Теперь посмотрите, как дает английский. Дальше. Где Бики? Бик прилетел. А открытие, и им это супер важно. Они за этим бегают по всей стране. Вы знаете, что компания Samsung 4,5% в своей выручке тратит на поиск идей по всему миру? И тризовцев они перекупают. Думать им не надо. Люди им важны. Людишки. Пиплы. Дальше. А это китайцы. Причем я не смог пойду найти этого анализатора. Они ничего не публикуют. Бойду нет такой метрики, которую они делают публичной. Но они работают. С периодами и с людьми. С людишками. Но называть их по-другому. Дальше. Вот я наложил эти графики. Как вы видите, распределения разные. Дальше. Это соответствует идее. Лисовая функция. Вот она. Можете посмотреть. А это нормированные ряды. Ну, то есть максимум, да? Вот и норму. Оказывается, идея. Это прежде всего для нас. Случай был два года назад. Далее. Максимум. Нет. Назад. Назад. Затрос, я имею в виду. А слово, оказывается, еще важнее. То есть не просто язык, а слово. И какие слова ты применяешь. Это и есть патентный поиск. Извиняюсь за выражение. Это нашел. Да. Дальше. А у англичан... Господи. Можно вернуть? А у англичан самое важное, что они ищут. Да, то же слово. Но второе, второй максимум у них находка. Найду я или нет. Это важно. Ментально совсем другая. А у китайцев находка, но автор очень важен. Если ты излагаешь, относится хорошо. А если там для тебя Петя Буркин, нет. Дальше. В каком языке лучше для тебя, чем для тебя? Вот давайте. Потом. Значит, этап 2. Рефлексия. Для рефлексии в русском образование требуется. Если у тебя нет образования, в России вообще не разговаривают. А англичаням требуется статья. А китайцам публикация. Статья и публикация. Вы же понимаете разные вещи. Дальше. Книга. И поэтому я с Юрием контактирую. Потому что он книгами занимается. Это проектная деятельность. А англичане это воспринимают как группа. А нетворкинг это прежде всего групповая работа. А китайцы воспринимают это как презентация и проектирование. Непосредственная деятельность. Для них язык деятельностный. Дальше. Для нас очень важно из какого-то района. Скажешь из Долгопрудного. Не важно, что ты там дворник. А еще. А нам Яндеклинги предлагают развиваться. Бесконечно развиваться. Очень важно. Да не важно для русского запроса. А англичане дают тестирование. Это самая мощная внедрика. Причем это запрашивают бесконечно. И вот эти максимумы я третий год уже вижу, как они реально формируются. Ну, три года подряд занимаются. Это семнадцатый год. Дальше. Вот китайцы и англичане предлагают услуги, а ищут на самом деле город. Ну, потому что от города очень многое зависит. Мы прекрасно знаем фастеры городские. Дальше. Это продуктовое мышление. Когда вы работаете с организацией, компанией, русские ищут работу, а британец труд. А китаец – компанию. То есть, где работают? Ну, вы помните пожиленные наймы японцев? Дальше. Посредник для русских, как представительская функция. А для китайцев – экспорт. Самое важное слово для китайцев – это экспорт. А для англичан – агент. Поэтому Путин – наш ролевой для англичан. Дальше. Холдинг. Недвижимость. Самое... Хорошо, я назову последние две. Крутите. Еще, еще, еще. Нет, вы назад пошли. Вперед. Одиннадцатый и двенадцатый этап. Вот эта информация. Для русского скачать самое важное. Для англичанин бесплатно. А для китайцев информация непосредственно, как слово. Самое важное. В информационном поле. Ну и последнее. Социальные сети. Онлайн. Для русского. Для англичанина – сеть. А для китайцев – смотреть. Спасибо за внимание. Да, дорогие друзья. Ну, к сожалению, реклама, конечно, перебрана. И с первой части доклада вообще хотелось как-то, Николай, так сказать, закончить его доклад побыстрее. Ну, вторая часть на меня произвела сильное впечатление. Это необычное исследование. Ну, непонятно в кулуарах. Какие вопросы, да. Мне кажется, что... Какие вопросы по существу есть? Подождите, Андрей, подождите. Какие вопросы, Андрей, как всегда, да. Ну, давай. Меня всегда смущает, ну, как я уже говорил, анализ современной русской или какой угодно ментальности по данному языка. Давайте согласимся вот с чем. Ведь интернетом у нас пользуется, ну, едва ли, сколько там, половина населения. А если мы спроецируем вот это на все русскоязычное население, как вы считаете, картина будет такая, мы должны обладить какой-то, ну, я не знаю, коэффициент, если доверять вашим рассуждениям о том, кто такие русские, какие слова для них важны, какие концепты для них важны. Так ли это или нет? Потому что это не все. Отвечу одним простым примером. Не все. Одно из самых мощных слов, которые Яндекс выдает, это слово «мама». Но в цепке с ним идет слово, знаете, какое? Второе. К запросу. К лава. Попробуйте. Ну, на краю. Любра. Порно-мама. Порно-мама. Это я так на всякий случай про ваших студентов. Потому что они живут в информационную эпоху. И их информация именно такого распределенного интернет-образа гораздо сильнее заботит, чем деревенские фольклоры и, скажем так, ментальность городских окраин. Они романсы не поют. Они сидят в интернете. У меня две дочери и сын. Ну, то есть это репрезентативно. Это очень репрезентативно для будущего. Для распределения. Но, извините, Левада-центр есть. Да. Дорогие коллеги, ну, очень необычный доклад. Я думаю, мы обсудим в конце. Значит, у нас, по-моему, один доклад из заявленных остался. Мы сейчас его проведем. А можно обратить внимание? Вот посмотрите на этот график. Можно открыть свой активный? Это страшный график. Это Google выдает распределение этих же слов, которые я называл, только они просто здесь закрашены по приросту запросов в Google. Китайские иероглифы в Google по ряду позиций превышают английские словаформы. Это неожиданно для меня. Google выдает, не пойду я, подчеркиваю. И по ряду позиций они обогнали английские словаформы. Дорогие друзья, ну, так как мы уже приближаем за эту фантастики, то я думаю, что, мне кажется, вот последний у нас.